Девять команд из регионов Северо-Западного округа, плюс спортсмены из Ярославской и Тверской областей, всего 280 человек. Архангельск встретил отличников пожарно-прикладного спорта боевыми погодными условиями. Но несмотря на дождь, главная цель каждой команды – победа. Это коллектив, каждый должен пробежать, каждого нужно в обязательном порядке оценить. Он должен показать свой результат. И в первую очередь этот результат должен пойти на пользу как команде, так и самому участнику. Соревнования по пожарно-прикладному спорту для спасателей сродни Олимпийским играм. За пределами полосы препятствий от навыков огнеборцев часто зависят жизни людей. Вместо классических спортивных снарядов пожарные рукава и стволы, даже разветвления индивидуальные, своего рода тотемы. С этим набором пожарные отрабатывают технику на тренировках. У нас посезонная подготовка сейчас. Например, мы до соревнований за три месяца нас убедили от службы, мы тренировались. Пять дней, неделю, четверка с КСЕ у нас была выходной. Среди фаворитов отборочного этапа чемпионата страны – сборная Санкт-Петербурга. У этих ребят на тренировке гораздо больше времени от службы для подготовки к соревнованиям. Их освобождают на целый год. Корректив своего рода элита пожарно-прикладного спорта. Чтобы бороться на чемпионате России, сильнейших набираем. И готовимся весь год к этому старту. Полосу препятствий проходит вся команда, каждый в своей группе. Самое зрелищное – взрослые мужчины. В финале этой дисциплины встретились три петербуржца и представитель Вологодчины. В лидеры выбился уроженец Ставропольского края, выступающий за Питер Станислав Титаренко. Юноша пока еще только курсант, однако спортивная карьера у будущего спасателя уже головокружительная. С девяти лет занимаюсь пожарно-прикладным спортом. Привел меня туда дядя. Начал заниматься, как бы все понравилось. Уже шестой раз чемпион мира стал. Следом за полосой препятствий – пожарная эстафета. Пока судьи и организаторы переставляют снаряды и готовят поле, спортсмены греются и разминаются. Первыми стартуют девушки. Задача каждой из четырех барышень – пробежать свою стометровку быстрее соперницы. Еще и преодолев препятствия. Перед финишем – настоящее фаер-шоу. На скорость участницы тушат огонь в специальном противне. Своего рода подготовка к командному этапу боевого развертывания. Он намечен на 30 июня. Олеся Кокина, Евгений Языков, Архангельское телевидение.